Вот мы сейчас добились того, что ручка вытянулась. Буквально на третий пяток. Молодец! Это маленькая хрупкая девочка Илария Багателия. Ей 9 лет, и у нее детский церебральный паралич. Малышка не может не только ходить самостоятельно, но и сидеть, держать голову. Родители Иларии делают все возможное, чтобы хоть немного улучшить состояние ее здоровья. Девочка проходит курс лечения не только в Абхазии, но и в России. С 2013 года, как родители Иларии обратились в благотворительный фонд «Ашана», ребенок прошел более четырех курсов лечения в клиниках России. С рождения у Иларии нарушены сосательные и жевательные рефлексы, и девочка нуждается в специальном питании. Илария по жизни, она малоежка у нас. С трудом мы питаемся, у нас не удается прибавить в весе уже долгое время, опять-таки, с рождения. В последний раз, когда мы были на реабилитации в Москве, диетологи нам посоветовали специализированное питание. На нем дети такие особенные, как она, прибавляют в весе. Конечно, это не быстро, это длительно, тоже с большим трудом. Мы вот с ноября месяца сейчас на нем. У нас есть и незначительная, но все равно положительная динамика в том плане, что мы немного прибавили в весе. А если раньше нам удавалось в течение года набрать один килограмм, то вот мы за 4-5 месяцев прибавили в весе килограмм. Иногда даже боюсь радоваться, чтобы не потеряли, потому что мы очень быстро скидываем. Питание, к сожалению, очень дорогое. Его не достать в обычных аптеках в Абхазии, но, естественно, не продается. Нам привозят с Москвы. Благодаря фонду нам сейчас вот в течение года мы не будем переживать. У нас он есть. Теперь от нас требуется, чтобы мы поправились только на нем. Сейчас Иларии Богателе предстоит пройти курс обследования и лечения в одной из московских клиник. Девочка нуждается в лечении и удалении зубов под наркозом. В обычной стоматологии мы не можем пройти лечение, так как ребенок особый. Для этого нужны специальные клиники, где можно пройти лечение под наркозом. У нас большой объем работы. Есть зубы, которые мы, к сожалению, не смогли спасти, постоянные. Есть временные, которые надо удалять. И провести лечение, то есть пломбочки поставить, чтобы мы дальше не разрушалось все у нее. Последний раз, когда мы были на реабилитации, наши врачи, в которых мы наблюдаемся, эпилептолог, невролог, все же таки они настаивают, чтобы мы сделали генетическое исследование, так как за 9 лет со стороны неврологии не наблюдается положительной динамики. Возможно, это что-то генетическое. В анализе, если это так, то, может быть, какая-то будет у нас положительная динамика, так как лечение уже будет проводиться другое. На проведение, обследование, лечение зубов и на покупку специального питания для ребенка необходимо 233 600 рублей. Эта сумма для родителей девочки неподъемная. Культурно-благотворительным фондом «Ашана» открытся боль средств на лечение 9-летней Иларии Богатыли. Хочется обратиться к каждому, который смотрит сейчас этот репортаж, каждому жителю нашей страны, чтобы они не оставались равнодушными. Каждый внес свой посильный вклад, и мы смогли своевременно отправить ребенка на лечение. Несмотря на тяжелый недуг, Илария очень жизнерадостный ребенок. Она любит слушать музыку, танцевать вместе с мамой. С удовольствием посещает все процедуры лечебной физкультуры. Благодаря тому, что у нее хорошие родители, есть возможность ходить к методистам. А методистами я занимаю только тренировку. Это как тренер должен быть. Каждый божий день. Пытаться этому ребенку помочь развить эти мышцы. И причем те, которые мышцы поддаются тренировке, те и нужно развивать. Если она дает левую руку, нельзя доставлять ей говорить, что правая рука нужна. Никакого случая. Центральная нервная система от этого только гибнет. В этой ситуации, если у них возможность есть какую-то мышцу развить, чтобы облегчить какую-то жизнь, которую она будет жить, значит будет все нормально. Конечно же, здесь один методист мало. Здесь должен дефектолог работать, психолог, естественно, логопед, который будет возможность делать массаж именно от ротовой полости. Потому что все это вза и мосвязано. Самый легкий и доступный способ помочь Ларии Богателе – отправить смс со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.